всем привет сегодня будет обзор вот такой вот вот такого донгла icon beat omnicast донгл для стриминга медиаконтента по стандартам dlna airplay соответственно miracast vdi вот что такое донгл я думаю не надо объяснять это скажем так компьютер в корпусе флешки построен на чипе арм рок-чип если не ошибаюсь 1.2 гигагерца 128 оперативки а как платформа сейчас все китайцы устанавливают вот как вы видите на экране easycast значит это linux в основу которого положено в основу которого положено возможность стриминга видео аудио любого медиаконтента любая как бы любой любой донгл который построен на easycast имеет вот такой интерфейс они все одинаковые теперь я покажу собственно что можно так вот на каждую платформу на windows на mac на ios на windows phone и на android соответственно есть приложение easycast мы когда первая настройка поиск происходит у него есть свой своя точка доступа мы к ней подключаемся нажимаем кнопку поиск и на он находит донгл и дает возможность его настроить заходим в настройки значит какие есть возможности установить разрешение 720p работает отлично full hd тормозит выбираем свой домашний wi-fi режим работы честно говоря я не стал там долго разбираться в общем вот это стандарт режима работы он как раз для стриминга видео и предназначен дальше есть возможность настроить три режима работы прямое подключение к нему то есть он не который он не подрубается то есть нельзя работать черезό Europe только напрямую это вот только прямое сведение потом через роутер это можно и напрямую и через роутер и через маршрутизатор это только черезготрах то есть вот три режим работы значит первый режим соответственно на прямую к донглу, второй режим и напрямую, и через роутер, третий режим только через роутер. Есть вот еще дополнительные настройки. Тут у нас есть возможность установить пароль, язык, имя устройства, easy channel это типа хрень, чтобы можно было там с YouTube стримить, через какое количество времени будет выключаться устройство. Я установил 30 минут, кстати, интересный перевод. Годзина это по польский час. Вот так вот. И, кстати говоря, обновляется тоже достаточно часто эта хрень. Можно проверить, есть ли сейчас какое-то обновление. Но обновление уже последнее. В общем-то, это все, что нам здесь интересно. Теперь по функционалу. Значит, например, для Windows Phone что есть? Ну, например, кликаем фото. У нас, у меня есть всего лишь одна фотка. Как раз, когда я его купил, вот эта фотка открывается. Приворачиваем, она открывается на полный экран. Приближаем, она приближается. В общем-то, это через родное приложение EasyCaster. Далее, что есть, какие возможности. Можно включить, ну, в общем-то, камеру. Он будет тримить изображение из камеры. Что еще? Музыка. Ну, здесь совсем простенький проигрыватель. У EasyCaster ничего классного. Нажал на песню. Ну, собственно, и все. Никаких сортировок, плейлистов, ничего нет. С видео та же самая история. Можно показывать документы, веб-страницы. Мне вот понравилась возможность с облака воспроизводить видео. Ну, там тоже какие-то свои заморочки. Радио. Вот, EasyChannel, это как раз общий такой канал, где там YouTube и все остальное. Ну, и настройки, собственно. Достаточно простое приложение, но там для воспроизведения контента его хватит. Вот, «Жизнь Дэвида Гейла». У меня есть фильм. Сейчас должно все запуститься. У мобилы достаточно ограниченная возможность стриминга. То есть, она не может стримить с достаточной скоростью. Это лучше делать с ПК. То есть, я имею в виду, полноценное кино. Лучше показывать с ПК. У дела мобилы это стримить, ну, например, либо свой экран, либо фото, либо аудио. Ну, и, например, видео с YouTube. То есть, что-то более легкое. Это, там, 5-игиговый фильм. Ему тяжеловато. Вот. Теперь, на Android есть куча стороннего софта. На Windows Phone с этим все значительно хуже. Есть приложение PlayCast. Оно только недавно вышло. И оно, как раз, может стримить и по Дуна, и по AirPlay. Оно у меня трялка. Ну, в общем, я там пытаюсь связаться с разработчиками, чтобы они немножко допилили это приложение. Сейчас. Ну, вот, например, песня. Я пока только, например, аудио вам покажу. Вот, мы выбираем EasyCast Home через Дуна. И вылетит сейчас птичка. Все, собственно, вот так. Можно еще видео, там фото. Но пока это приложение глючное, я его оставлю. Дальше есть TubeCast. Это от тех же ребят, которые вот в предыдущем приложении сделали. Здесь все просто. Здесь... Ну, стримится, соответственно, YouTube-видео. Все то же самое. EasyCast Home. Вот видео с YouTube. Очень удобно. Лежишь на диване. С мобилой включил видео. Оно работает и с выключенным экраном. То есть, все отлично. Я имею в виду фоновая работа. Вот, можно свернуть все это дело. Есть кнопочка «Остановить». Также есть возможность использовать Lumia Media Center. Секундочку. Софт. Можно тоже стримить фото, видео, музыку. Вот. Но он так работает, скажем, мягко говоря. Не очень, но работает. Можно с OneDrive еще стримить. Вот. Собственно, вот так вот. Ну, мне кажется, достаточно удобно. Это касаемо Windows Phone. Я подключал к нему и iPhone, и Android, и все что угодно. Вот. То есть, он жрет практически все. И с ПК у меня получилось AirPlay. Есть специальная программа 5K Player, если не ошибаюсь. С ней можно спокойно также стримить, значит, видео на телек через AirPlay. Теперь, касательно ПК. Здесь можно сделать абсолютно то же самое. Выбираем с компа также видео. И оно начинает стримиться на телек. Вот. Вы сейчас слышите звук. Это не с ПК. То есть, звук можно выключить. Никакой роли это не играет. Вот. Также можно прекратить трансляцию. Есть также приложение PlayCast с тем же самым функционалом. Можно также песни стримить. В общем, как угодно. Вот. Винда по умолчанию поддерживает возможность стриминга через... Через Windows Media Player. Можно нажать кнопку «Передать». И фильм также будет без проблем передан на устройство, если он, конечно, его поддерживает. Есть еще программы типа PowerDVD от CyberLink. В общем, вариантов, как стримить контент куча. Вот. Я просто показал несколько из них. И, в общем-то, проблем... Но лучше всего, конечно, работает родной софт. Вот это вот EasyCast. Он работает вообще без вопросов. Он работает очень быстро. Можно зеркалить изображение, проигрывать видео из облака. В общем, он значительно работает быстрее, чем сторонний какой-то софт. Но, например, с iPhone тоже никаких вопросов не возникло. Без задержек все очень плавно работало. Так что, там, за полторы тысячи рублей... За две тысячи рублей можно получить, ну, скажем так, очень годный медиаплеер. И, скажем так, проблем с воспроизведением будет минимум. А возможность лишиться проводов, она очень такая приятная. EasyCast платформа, как я понял, очень быстро развивается. Постоянно апдейты, постоянно, значит, обновляется и сама приставка. Вот. Вот возможность стримить без задержек. Это очень круто. Я думаю, что китайцы смогут добиться вообще идеального качества воспроизведения. Пока бывает, конечно, когда воспроизводишь с большим битрейтом видео, бывают некоторые микрозадержки. Но в целом работа удовлетворительная. Мне нравится. Вот так вот. Ну, надеемся на развитие. Кстати говоря, вот, например, Google Chromecast, так называемый, это уже Dongle, он значительно более ограничен в функционале. А вот китайская платформа EasyCast позволяет стримить вообще во всех просто мыслимых форматах передачи цифрового контента по воздуху. Все. Всем спасибо. Продолжение следует.